Хлопок за хлопком. Так пожар в садовом товариществе перекинулся на лес и территорию бывшей военной части. Там, где еще оставались не сдетонировавшие боеприпасы. Сначала думала гром, потом увидела вот такой гриб. Оказывается, там взрываются снова очередной раз снаряды. Ближе всех к очагу оказались жители села Пугачёво. Многие годы они живут в километрах от арсенала. Последствия такого соседства они ощущали в 2011-м, когда одновременно загорелось 18 складов. Тогда пожары и цепная волна разрушили 3000 домов и соцобъектов. 100 человек пострадали. В мае 2015-го из-за сухостоя вновь сдетонировала часть снарядов. И вот картина повторяется с точностью до мелочей. Прямо так дом тряхнуло. Страшно. Вроде как бы снаряды-то вывезли, а вроде как бы получается и нет, если взрывается что-то. Больше 2000 эвакуированных, больше 20 охваченных пламенем гектаров земли. Взрывы были слышны даже в Татарстане, в 90 километрах от эпицентра в Агрызском районе. У нас в районе абсолютно спокойная ситуация. Взрывы уже закончились, уже даже дыма нет. Объявили повышенную готовность. Завтра ее отменим. Никакой эвакуации. Все работаем в обычном режиме. По данным МЧС России, на тушение пожара в Удмуртии привлекли 26 единиц транспорта и порядка 70 пожарных. Причиной стало возгорание сухой травы. В Удмуртскую республику была направлена 101-я пожарно-спасательная часть из города Агрыз. В настоящее время отделение данной пожарной части проводит патрулирование в границах поселка Яган, который находится в 3 километрах от Пугачева. Какой-либо угрозы для жителей города Агрыз, для жителей республики Тарстан в настоящий момент нет. На 6 вечера перекрытыми остаются подъезды к населенному пункту. Эвакуирована вся жилая зона Пугачева. В готовности пожарная авиация. Рамиль Шайдулин, Александр Матросов, Алина Мусина, Игорь Романов, ТНВ, Удмуртская республика, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова